Травмпункт, находящийся в амбулатории Бутова парк, на время ремонта переехал в здание Южной поликлиники. Сейчас здесь ведется круглосуточный прием пациентов с различными травмами. По статистике, именно к травматологу обращаются чаще, чем к любому другому врачу. По случаю смертности, если посмотреть от травматизма, в нашей стране, в отличие от других стран, доминирует количество статистики. Первые три месяца занимает онкология, кардиология и травматология. А в нашей стране занимает травматология, так как у нас в большей части производственных травм, которые от несчастных случаев, от дорожных транспортов, и от всего другого прочих травм, которые будут умирать. В травмпункте работают шесть докторов. Все они считают свою профессию призванием. И из разных направлений медицины выбрали именно это. Решил поступать в ординатуру травматологии ортопедии. Ну и далее направление выбрал именно травматологию, оказание экстренной помощи. И вот травмпункт, грубо говоря, на передовой. То есть первые травмы, первые ранения, все приходит к нам и мы все лечим. Самые частые травмы летнего сезона – переломы и вывихи от падений с велосипедов, самокатов, бытовые травмы, а также укусы животных и клещей. Ольга Маурина пришла на повторную процедуру и перевязку. Стала жертвой кота, потому что решила защитить собаку. Поэтому пострадал палец. Кот непривитый, делаем прививки от бешенства. Делаем прекрасно, я боялась, я даже заплакала, когда приехала первый раз делать. Думала, будет больно, но не почувствовала. Да, работники от Бога. Доктор тоже помог, хорошо проконсультировал. К каждому человеку нужен особый подход. Экстренное обращение в травмпункт в любом случае – стресс для пациента. А значит, его нужно успокоить и создать наиболее комфортные условия для проведения дальнейших действий. Идет, если у него болевой синдром такой сильный, конечно, мы обезболим в первую очередь. Когда уже человеку, так сказать, когда можно дальше с ним вести диалог, мы дальше уже начинаем расспрашивать. Когда произошла травма, как там, например, человек упал, значит, как падал. После первичного осмотра и оказания неотложной помощи, дальше пациента отправляют на амбулаторное или стационарное лечение. В зависимости от характера травмы. Условия работы в Южной поликлинике позволяют оказывать высококвалифицированную помощь. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятов. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятов. Продолжение следует...